продолжаем рассматривать вопросы к собеседованию у нас их довольно много и они объемные потому что много что затрагивается многие темы с полимеризмом на функции present мы разобрались как это работает и ну начнем со следующего давайте начнем с арисе это что вы можете рассказать по хорошему возможно спросить какие системы управления памятью в свифте и вы на этот вопрос должны ответить система управления что такое рси ухты но да все правильно а вот и меньше референс каунтинг для каких типов он работает вы его или референс типа это был вопрос такой детский какие у нас есть ключевые слова помогающие управлять памятью вы свисте отлично первая она еще и строго окей соответственно рси считает какие ссылки ну скажем так она их не считает она их запоминает просто чтобы потом обнулить когда память освобождается а когда объект уходит из памяти у вас есть на него ссылка ноут что происходит с как там как там мультики делается ответ неправильно не он не присвоится в анонсе следующий вариант ответа вы да вы согласен быть присваивается не и так мы забрали это вы у нас это обширал ссылка всегда получается потому что не должен быть не у стронах у нас может быть он может быть и общем тут уже не важно анонс ссылка у нас всегда какая не всегда не он что соответственно мне не может быть ним что происходит с этой ссылкой когда освобождаются беды с памяти потому что она не учитывается да и соответственно объект может освободиться из памяти что с этой ссылкой происходит ну давайте самый страшный случай рассмотрим чтобы слышали вообще об анон ну анон то мы поняли что он не учитывается в арси поэтому анон ссылка не удерживает ничего поэтому если объект освободился из памяти ну она не влияет на данном случае нашем примере на цикличный ссылок потому что мы уже сказали что у нас есть ссылка анон и объект освободился из памяти его не посчитали эту ссылку потому что только стронцы объекта закрыться из памяти вот самый страшный случай с этой ссылкой который в вашей программе может произойти крышится приложение все верно если вы что сделали сразу крышится или нет или не сразу а когда крышится через три секунды давай могу четыре варианта ответа дать через секунду через три секунды сразу и четвертый вариант ответа когда идет обращение по ссылке это правильный и вы переходите к следующему вопросу так соответственно разобрались когда идет обращение по ссылке анон так а если объект уже освободился крышится с какой ошибкой крышится следующий вопрос давайте так когда освобождается объект из памяти что с этой памяти происходит что с ней происходит нулями ты хочешь стать перезаписываться смотрите как это работает когда вы запросили память экипо что происходит запрашивает система ищет в оперативной памяти куски оперативной памяти для которого которого не выделен ищет свободные участки который не зарезервированы ни за одним другим приложением то есть у вас здесь же в оперативной камнике может реально наезжать вот здесь вот кусочек от другого приложения здесь кусочек от другого вот здесь вот такой длинный кусочек от третьего приложения от разных приложений но все вот так вот перемешку лежит соответственно вы просит дай мне там квадратик 4 на 4 например и она ищет вам свободный участок где есть конкретно 4 на 4 периоды резервируют эту память за вашим приложением теперь эту память никто не может использовать кроме вашего приложения и самой системы соответственно когда эта память освобождается она становится обратно системной она не чистится ничего никто не будет вам ее там занурять молеками очищать объект ваш остается лежать в памяти зачастую как он и лежит но на него теряются все ссылки с вашего приложения вот эти вот все теряются и эта память передается системе и когда ваше приложение по ссылке какой-то которая там 0x там какая-то там короче крутая ссылка ваша обращается напрямую к памяти которая не задегистрирована за этим приложением она получает ошибку доступа к памяти access memory или что-то такое происходит который крэшит ваше приложение ваше приложение попыталась получить памяти которая не задним не зарегистрирована система это пресекает и говорит до свидания все крышу как это работает с анонс ссылкой так и так можем ли мы взять в классе property объявить анонс ссылкой я вам советую в начале этого лекция нужно было плейграунд открыть и сразу пробовать можем объявить точно один проголосовал да нас тут четверо так что может быть 50 на 50 вариантов давайте кто что скажет не стесняйтесь один сказал да что мы можем объявить да 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 можем объявить и твой вариант какой тоже да 4 да ну пробуйте плейграун где-то сделать давай что нашла вот а и обычно и 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 Хорошо, в этот раз вам повезло. Хорошо, в этот раз вам повезло. Самый классный пример, который хочется спросить. У нас есть кложур, у нас есть кложур, один, второй, третий. Это все на салфетке. Что может в этом коде случиться чуть-чуть неожиданного? У нас есть кложур, виксел, ин и три строчки в нем. selfprint1, selfprint2, selfprint3. Print это какая-то функция у самого этого класса, который работает с этим классом. Вы видите какие-то в этом коде недостаточные? Нет. Нет. Отлично. И она становится нил, когда нил выходит из памяти. Если self будет нил, ничего не произойдет. Соответственно, это, наверное, не самое страшное, когда ничего не произошло. Самое страшное, это когда выполнилась первая строчка, выполнилась вторая строчка, self стал нил, и третья строчка не выполнилась. Это самое страшное, что может произойти. И у вас начинаются приколы в приложении, которые вы не понимаете, как их воспроизвести, в юзерах все падает, в юзерах не понимает тоже. Не надо. Вот за телевизор махнет. Что там происходит? Ну, а на самом деле, если что-то после дня там не погрозает дождь, сейчас полетает. Воды нету в Харькове, у нас погрозает дождь, да? Балансы в мире. Если где-то нет воды, то где-то она есть, да? Хорошо. Соответственно, это самое страшное. Как нам на такое безопасность? Если мы сделаем стронг, тогда у нас получится референциейт. То есть у нас эта клажура ссылается стронгом на наш клаз, а клаз ссылается стронгом на наш клажу. Сейчас мы решили эту проблему, у нас свит есть. Но как решить проблему в том, что у нас может не выполниться часть входа, которая находится в этой функции? Ну, собственно, чем длиннее я ваш клажу, тем такая вероятность увеличивается с каждым разом. Да, но мне первое, что пришло в голову, это внести вот этот код в голову и вот этот какой-то там знак переменной, где-то селфи. Дело в том, что она приходит туда изначально не к нилу, не в их клубе, но только у нас селфи. А ты перед каждой строчкой будешь проверять? Нет. Потому что если ты проверишь вот здесь, то здесь, как ты видишь, селфи есть. Нет. Я все открытываю. Иф, вар. Ну, хорошо. У тебя тут иф. Да, вот так. Иф. Вот это все оборачивается в иф. И у тебя вот здесь проверка проходит, выполняется первое, выполняется второе, и третье опять не выполняется. Так, я предлагаю там поставить в это перемену, то есть сохранить селфи. Сохранить селфи, да. Давай посмотрим, как это работает. Итак, у нас перемена и флэр. Или флэр или гвард. Ладно, давай скажем гвард. Иф. 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 Просто проблема в том, что я сейчас это помню. Если у нас где-то станет, иф. 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 Смотри, как это работает. Ты угадал с этим решением или пришел к нему логическим путем, это правильное решение. Давайте разберемся, как оно работает. Во-первых, есть у вас heap, есть в нем объект. На него есть strong ссылка, есть weak ссылка. Что происходит в данном случае? Когда вы выбираете новую переменную, причем, ну да, как сказать. Да, вы выбираете новую переменную. Это ссылка какая? Тип ее какой? Strong ссылка. Появляется strong ссылка. Strong ссылка на self, то есть на вот этот weak self. Он становится уже, мы его разворачиваем и получаем strong ссылку на него. Теперь, почему не возникает у нас референциг, когда у нас есть strong ссылка на клажу, в котором weak ссылка развернута как strong. То есть, смотрите... Ну, потому что когда кружок закончится, икс все будет уничтожить. Да, потому что икс, как strong ссылка, будет удерживать эту память, до тем пор, пока не уйдет сама эта ссылка. Ну, пока вот это не уйдет. Она уйдет, когда... Она объявлена, во-первых, в области видимости вот этого клажура. Соответственно, этот икс освободится сам из памяти, когда выйдет за пределы клажура. Поэтому этот strong уйдет, когда... Когда икс выйдет за пределы клажура. Таким образом вы гарантируете, что все строчки этого клажура будут выполнены. Поэтому, когда вы пишите в икс в клажуре, если вам этот код важен, чтобы он выполнился полностью, пишите вот такую интересную конструкцию. Гвардлэд, только здесь вместо икса принято писать что-то типа Стронг Стронг Селф. Коммонкей с маленькой буквы. И получается вам везде, вот здесь, нужно заменить Селф на Стронг Селф. Вот так заменить. Котечка П1. И так в каждой строчке. Стронг Селф, точечка П2, Стронг Селф, точечка П3. Разобрались, да, с этим? Чтобы обеспечить полное выполнение кода в клажуре, вначале вы должны создать стронг-ссылку на этот объект и не бояться, что это приведет к референсайку, потому что данная стронг-ссылка при выходе за область невидимости клажура освободится из памяти, потеряется стронг-ссылка, и объект спокойно идет из памяти. Единственный нюанс, этот объект будет жить до тех пор, пока этот клажур не выполнится. Но когда этот клажур начнет выполняться, вы гарантированно будете работать с существующим объектом. Это запомните. Запомнили? Сфотографировали, записали и повторили. Так, CRC, окей, разобрались. Давайте немножко затронем тему многопоточности. Итак, начнем с возникновения. Что вы знаете для работы с логопоточностью в цвете? Какие мигменты? Ну, гран-центр будет платить. Отлично. Гран-центр есть слайд. И такой? Ну, и просто слайд. Есть еще слайд, да. И еще такой? А, еще третий вариант через обертку. Через обертку на чем? Нам кажется, на си. Не-не-не-не. Как раз сред и является оберткой, которая под капотом си есть. Но, которая работает с потоками. Нас не интересует обертка сред, потому что ей реально мало кто пользуется. Она очень низко уравнивает. Поэтому мы даже вообще, не знаю, упомянули ее вообще. Следующий вариант. С гран-центром диспатч, мы разобрались, мы вроде с ним должны побудрали. А третий вариант, который является надстройкой над гран-центром диспатча. Который является объектно-ориентированной абстракцией для многопоточности, для работы с многопоточностью. Это я вас попрошу записать и почитать, ознакомиться с МИ, посмотреть примеры в интернете, как это работает. Это довольно простое объектно-ориентированная штука. Единственное, она требуется для каких-то конкретных задач в разработке. И в большинстве случаев вам достаточно будет гран-центром диспатча. Так, когда не в туалете, а в раме, в раме, в двери. Не в туалете. Ладно. Если страшно, можете позакрывать это все дело. Мы просто откроем или включим кондиционер, или откроем где-то. Можно там? Жена, то есть стиль? Машину моют. Там вообще нет. Да, я твои ротокрисы не прошу. Воооо. Там вообще нет. Третье, то есть движение на колете? Знаете, какое? Да, в принципе. Так, обвертка называется NSOperationQ. Запишите, пожалуйста, себе. NSOperationQ это объектно-ориентированная обвертка над гран-центром диспатчем, которая позволяет вам делать очень много интересных вещей. Именно у вас, вот эти клажуры, которые вы отправляете в очередь, они уже являются объектами сами по себе. Сама очередь является объектом. Вы уже работаете не просто с какими-то структурами данных, а работаете с объектно-ориентированной моделью. То есть у вас есть набор объектов, которые будут выполняться. Вы можете их конфигурировать, можете их отменять, можете смотреть их состояние, выполнение они или ждут, или выполняются, или отменены они, и так далее. То есть очень много дополнительного функционала, который овер этого сделан. Примеры вы можете найти очень много в интернете по NSOperationQ. И я вам советую перед интервью хотя бы сделать одно приложение, посмотреть туда, позакидывать какие-то простенькие такие штуки, чтобы вы хотя бы имели представление. Сложные штуки пока, наверное, нет смысла. Достаточно, наверное, сделать, там, вынести, например, загрузку картинки в этом с помощью NSOperationQ. Уже будет достаточно, чтобы иметь представление, что оно из себя, иметь в виду, какое у них есть семейство классов, и так далее. Вот, соответственно, у нас есть NSOperationQ, ответная ориентированная оберка на Гранд Сайдл Диспатч, везде есть Гранд Сайдл Диспатч, и еще есть Сред, который работает под капотом с POSIX Средами и из ее юник-системы. Ну, у нас это сейчас тоже не интересуется все. Так, начнем с Гранд Сайдл Диспатча. Итак, какие у нас есть виды очередей? А на английском как это? Канкарант очереди и сериал очереди. Сериал, отлично. Так, какая есть классификация очередей? Ой, ну я помню background там. Так, и ты же опять же тут. Это что? User Interactive, User... Interactive. Interactive и, кажется... User Initiated. Background, ну это правда... Давай только, раз вы уже начали в порядке очереди называть, то есть по приоритетам. Давайте User Interactive, User Initiated. Следующая какая по приоритетам? Ну, так можно, да? Okay. Точно? Да. Учера презентации, да. Я прям оттуда. Я прям оттуда. А, с S5 есть еще? Дефолт, утилити. Предправдаю, я не знаю, честно говоря, что это за это. Ну, вообще, да. Утилити, background, и что-то в основном ниже еще есть. Это, наверное, первый этот дефолт. Дефолт это вроде и выставляет, я не помню, честно говоря, но выставляет максимальный приоритет за дефолт. Нет, дефолт не выставляет максимальный приоритет. Этот приоритет находится между утилити и User Interactive. То есть у тебя получается следующая последовательность. User Interactive, User Initiate, Default, Utility, Background. Как вот так. Соответственно, есть еще один, называется главная очередь, да? Какая особенность главной очереди? Работа с UI. Работа с UI. Мы должны гарантировать, что все у нас, работа с UI происходит в главной очереди. Это первая. В чем еще особенность главной очереди? Какого она типа? Тут, кстати, такой вопрос даже может быть. Я вот читал про User Interactive, да, это самая главная очередь. Да, да. И в документации писано, что был моей очереди приоритет выше, но по факту один этот приоритет. Да. И вот, не знаю, это особенность моей очереди или это особенность User Interactive? Я не знаю, чья это особенность. Я знаю, что если ты добавишь любой тулой, связанный с потоками, где выводится приоритет этих потоков, то у моей на User Interactive очереди одинаковый приоритет. Я не знаю, чья это особенность. По факту, это так. В документации написано, что это от устройства к устройству, поэтому все равно по форме ничего. Ну, если там написано от устройства к устройству, значит, я попал на те устройства, на которых это 6, 6S, 7, 7+, что там еще, 8, XR, XX, и, короче, ты понял. Мы все это знаем. Ну, то есть по айфонам это 100%. А как там айпады еще есть у нас, еще связывается Apple Watch, Apple TV, вот эти все, потому что она тоже не сильно отличается. Mac OS еще есть. Картан обстоят дела. Если в документации написано, то приоритет выше у меня на очереди, значит, где-то из этих платформ есть приоритет выше, что я еще могу сказать. И если так написано в документации, то смело так можете, значит, отвечать тому, кто вас спрашивает об этом, ссылаясь на эту же документацию. Только перед этим не верьте ему, а сами найдите эту ссылку на документацию. Потому что я тоже встречал ребят, которые мне ссылали на документацию прямо на интервью. Мы гуглили, смотрели, видели, что в документации это не написано. Абсолютно. Еще он говорит, это написано на документацию. Я сразу потому что я читал эту документацию. Оп, разобрались, ничего не написано. Поэтому всегда проверяйте слова, особенно ссылающиеся на эту документацию. Это не тебе камень в огород, это, в общем, совет. Так, какая особенность мейн очереди? Какой у него типаж? Мы два назвали, конкурент и сидел. Какой мейн очереди? Это я у вас спрошу. Давайте у нас ставки. Делайте ставки. Что? Я спрошу, на конкурент или сериал? Мейн очередь. Это надо помнить, ребята. Вот это именно нужно 100% помнить. У вас всего два варианта. Можете начинать угадывать. Сирия. Да, это серия ложных. Последовательно. Нужно гибливаются ивенты, они выполняются последовательно. Просто максимально приоритетно. Так, что у нас еще интересного есть? Итак, функция VueDinLowat вызывается SuperVueDinLowat и выполняется код DispatchQ 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 May Sync Print1 Здесь у нас Print1 1,2,3,3. Все, VueDinLowat закончится. Что будет эко? Зачитываю. VueDinLowat SuperVueDinLowat Print1 DispatchQ MainSync Передаем клажу принт 2 и после этого все дела в конце функции вилитло, принт 3. Первый вариант 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Вам уже спирали это понимать, что он типа застопорится на принте 2. 3, застопорится. Ну, он будет ждать, пока закончится. Просто ход дальше не будет выполняться, пока не закончится. Принт на день высветится, а дальше… Принт на день высветится, а дальше… А дальше все. Дальше все. Это четвертый вариант получается. Ну, главное, застопорится, потому что ничего… Давай, ничего. Ничего. И тут будет один. Итак, голосуем. Принт на день, точно. Так, два голоса и за первый раз. Раз, два, три. Я уже слышу. Ты за какой? За первый. За первый, а ты за четвертый, да? У нас есть один победитель. Всего один. Который, благодаря своей памяти, потому что он заполнил этот пример, мой голос и сердце. Давайте объясним почему-то. Ну, спринтом первым никто не сомневается, да, что он победится. Хорошо, отлично. Рисуем. Итак, это наша очередь. Какой у нее тип? Main. Она. А какая у нас? Сирия или конкур? Сирия. Она сирия. Хорошо. UDLOT находится на какой очереди? На главной. На главной. Почему? Почему на главной очереди в этот код пополнен? Потому что он один раз. А при чем здесь один раз? Один раз тут ни при чем. Это, да, есть такая суть. Потому что работа с UI. Это UI-кит. Соответственно, работа с UI. То есть у нас здесь есть глажу. View. Deal. Log. Отлично. И он. У него есть print 1. Здесь P1. И вот есть этот код DispatchMainSync. Вот он потихоньку выполняется. Выполнение идет отсюда. Слева направо. То есть потихоньку считывается. Что делает код DispatchMainSync? Что делает этот код? Он кидает на очередь. Он кидает на очередь main. Флажур. Кидает флажур. Каким образом он кидает этот флажур? Слева направо. Пока он не выполнится, дальше ничего не помнит. Да. Соответственно, пока не выполнится этот код, который находится в флажуре до конца, то есть он кидает на очередь ничего дальше выполняться не будет. Соответственно, print 3 будет ждать, пока выполнится код в флажуре. Правильно? Соответственно, что мы имеем? в флажуре. Здесь отправляется этот наш код. Отправляется в очередь. Все код, которые отправляются в очередь, добавляются в конец очереди. Ну, такая особенность. Соответственно, вот она сюда добавляется. Теперь, очередь у нас застряла здесь на середине. Она ждет, пока выполнится кложур, который она отправлена на эту очередь. Когда выполнится вот этот кложур? Он выполнится, когда закончится выполнение данного кложура, данного юдитлота. А юдитлот не хочет заканчивать свое выполнение, потому что он синхронно ждет, пока закончится другой кложур. И у нас получается проблема. Этот кложур не может начать выполняться, а этот кложур не может закончить выполняться. Программа тупо зависит. И все остальные ивенты, которые будут делать пользу, их нажимать на кнопки, все. Оно будет сюда вот складываться, вот так вот. Нажатие любых кнопок, какие-то там еще штуки. Это будет постепенно складываться, там все складываться. Но вся очередь зависит на этом моменте. Запомните, пожалуйста, этот пример. То есть этот конфликт возникает потому, что юдитлот запускается на таком же мейн-платовке синхронно. И внутри этого метода мы синхронно, получается, постоянно очередь принт ваконим. И как это тогда? То есть я не совсем честно говоря понял. То есть юдитлот идет, идет, доходит принт один, высвечит. Потом он пытается выполнить синхронно кложу принт ваконим. А сам еще находится очередь по выполнению. Сам еще выполняется, да? И так как он сам выполняется, он не может дать выполниться вот этот травмо-цинхронный метод. И поэтому он зависает или как? Вот теперь выполняется одна операция. Начинается выполняется следующая операция. Для того, чтобы на очереди это все большая очередь. Для того, чтобы операция выполняется, у нее должна выполняться вся ее олосвидимость. В данном случае ее олосвидимость у юдитлота от скобочки до скобочки. Внутри которых у нас есть супер принт, ну не могу скорочек, как получается. Есть принт один, принт два, принт три. Соответственно, принт один выполняется без проблем. Принт два, отправляет в клажуру, новое действие какое-то на эту очередь дальше. Выполнение программы сначала было здесь, потом сместилось сюда, потом сместилось сюда, на размещанного П1. И теперь оно бы сместилось сюда, на П2. Эта штука вылетела сюда, и вот оно... Теперь выполнение программы, по идее, должно было бы сместиться сюда и выполнить этот вход. Но оно не смещается, потому что в правилах очереди сериал, что все выполняется последовательно. И у нас получается проблема, что оно ждет, пока выполнится этот клажуру. К сожалению, он никогда не выполнится, потому что к нему тупо не дойдет выполнения. Оно, потому что у нас тут засоприрается и ждет, пока это выполнится. И все, и у нас проблема. Этот не может закончиться, чтобы это продолжило. А этот не может продолжить, потому что этот когда не закончится. И у нас везде пишут, что если мы работаем с моей ночью, то всегда работайте синхронно. Поэтому надо. Все зависит, с какой очереди ты отправляешь сюда ивенты. Если мы с мейн работаем, то опасим два факта. Работа с мейн подразумевает два факта. Работаешь ли ты с мейн и из мейн, или ты работаешь с мейн, и из юзер интерэктив, юзер инициейтед, из дефолта, стимитив в грамм. Такое ситуация. Когда ты работаешь из мейна с мейном, то ты всегда должен писать асинг. Причем это правило можно чуть-чуть расширить. Это проблема из-за чего возникает? Потому что мейн какого типа учили? Сериал учили. Значит, это правило можно расширить. До такого формулировки. Мы всегда работаем с асинг вариантом, с очередью сериал, с очереди сериал. С этой же очереди сериал. С одной и той же очереди сериал мы всегда работаем с вариантом асин. Когда мы работаем на ней, с ней же. То есть эта проблема возникает только с сериал очередями. Была бы у нас конферен, очередь, ничего страшного не произошло. Выполняется у нас один код. Предположим, нам нужно выполнить... Вот это одна задача. Нужно выполнить все эти штуки. И у нас начинает выполняться этот код. Затем мы отправляем на эту же очередь к ложу. И он улетает и начинает выполняться здесь. При этом вот эта штука блокируется, она здесь паузится. Очередь, здесь это перестает выполнять, и начинает выполнять эту задачу. Потому что на конкурент она может выполнять несколько задач. Просто это заблокировалось, а это продолжает выполняться. Она довыполнилась и возвращается обратно. И здесь так же выполнение продолжилось. То есть выполнилась и разно, выполнилась и семья. Просто в данной схеме на конкурент очереди будет задача. Одна заблокирована, а вторая будет добавлена во временной промежуток, когда она примерно добавляется, и началась выполнение. То есть конкурент очереди, такая ситуация не в одном. А с вот этим примером будьте очень осторожны. Вам можно спокойно прихнуть такой код. И это может быть не только muted.loat. Вы все должны понимать, с какой очереди вы вызываете синг, и на какую очередь вы вызываете синг. То есть если бы у вас было две синг-очереди, и вы бы вызвали синг на другую синг-очереди, проблем бы не было. Но только если ситуация у вас не вот такая, что у вас этот элемент синг-очереди ждет этот коджок, а этот элемент синг-очереди ждет этот коджок. Но такую ситуацию сделать очень сложно. Это прям такая, ну короче, нужно еще... Это нужно захотеть, чтобы вот так сделать. Нужно реально захотеть. Слушайте, что где кардашники? Соответственно, тут, ну не знаю, это вот, короче, можно и париться по этому поводу. Так, ладно. С этим вопросом, наверное, тоже чуть разобрались. Вспомнили, по крайней мере, как она работает. Какой у нас есть альтернатива к синку? iSync, да? В чем его отличие? Если я здесь заменю iSync, какой будет будет на экране? 1-3-2. Точно? Хорошо. У нас есть вариант 1-2. Это уже будет зависеть от того, пока... Да. Если новый мах, то... Ну, оно может как 1-2-3, такое... 1-3-2. Либо всегда 1-2. Сюда 1-2. Ну да, конечно. Можете попробовать. А мы пробовали даже на лекции. Ну, на лекции мы пробовали с большими числами. Мы с тремя ими пробовали. Ну, может, на лекции мы пробовали. 1-3-2. Да. Потому что тратится больше времени на формирование глажу, когда на другую очередь... Ну, короче, смотрите, в чем хишка. Опять же, это всея очередь, она как выполняется? Она выполняется последовательно. Выполняется видит лод полностью, и затем нужно купаться только в следующий глажу. Вы взяли глажу. Тут не зависит от скорости маха. Взяли глажу. Отправили в конец очереди. Видит лод еще не закончился. Значит, закончится первый принт, закончится третий принт. Только потом, в обязательном порядке, значит, выполнится следующая задача, выполнится принт-2. Здесь нет вариантов быстроты компьютера. Здесь тупая последовательность действий. Эта штука добавляет в серия очередь, добавляет в конец. Поэтому этот ревет ждет, пока все реветы перед ним закончатся, а перед ним 9-2. Поэтому всегда будет 1-3-2. в любом случае. Так. Есть у нас такое понятие потокобезопасной структуры данных. Как вы думаете, что это такое? Ну, тогда мы пишем вот так, чтобы какая-то переменная, если у нас есть какая-то переменная, которая имеет доступ по несколько потоков, нам надо обеспечить так, чтобы один поток он не записывал ее, а другой, там, ищите в обеспечении. Хорошо. Давай не повторяем. Потокобезопасность и такое понятие для работы с кодом, которое вам должно гарантировать, что один и тот же код, один и тот же код или переменная, или еще что-то, с разных потоков, которые будут параллельно с этим кодом работать, будет гарантировать, что код будет выполняться корректно, или каких-либо с разных штук. Как это может быть гарантировано? Давайте, первое. Давайте это не код, а давайте переменная, например, конкретно. Переменная А. Как можно гарантировать, что переменная А будет протокобезопасной для двух остальных потоков? То есть потокобезопасной имеется в виду, что любой проток, который будет работать с этой переменной, всегда будет получать то, что он хочет, гарантированно. У меня иногда с выполнением одного из этих потоков, чтобы будет следующее. Правильный ответ, да? Что мы первым можем сделать, это сделать эту переменную А константы. Если это А констант, значит поток и могу только ее считывать. Операция считывания не всегда потокобезопасный. Практически всегда. В данном случае, если это константное значение, это уже потокобезопасной операции. Хорошо. Если это reference type какой-нибудь класс, будет ли это потокобезопасного в данном случае? Не будет. Потому что let для класса это константный указатель. Но сама память может меняться как угодно. Может менять параметры и так далее, настраивать ее. Соответственно, этот класс может А точка Х показать, например, 3, а этот класс может сказать, что А точка Х равно 4, и вы не поймете, что происходит вообще. Что мать его происходит. Какой результат, вы не узнаете. В одном случае будет 3, а в другом случае будет 4. Будет там фазовый это зависит. Вы никогда не выщите этих держек к вашему. Это не потокобезопасно. Еще хуже вариант, когда у вас в классе А есть массив и вы в него добавляете добавляете элемент 3. И здесь тоже самое. В этот же массив вы добавляете элемент 4. И тут фишка в том, что когда вы параллельно добавляете разные элементы в массив, здесь на этапе этого массива у вас сколько? 2. Предположим, у вас 2 значения в этом массиве. 1 и 0. И вы хотите давать 3 или 4. 1. Когда это получается параллельно, то этот массив и этот массив параллельно смотрят, что у него 2. Это в написании значения и это в написании значения. В итоге у вас может быть поведение вот такое. 3, 4. У вас может быть поведение вот такое. Это в лучшем случае. В лучшем случае. В нормальном случае. ни в плохом, ни в хорошем нормальном случае. И он же в плохом. Вы получите крэш. Потому что вы попытались изменить один и тот же элемент одновременно. Массив так и работает. Потому что как это будет работать? Вы на каком-то этапе вы пытаетесь добавить в массив 4. Массив видит, пытается добавить, понимает, что на этапе добавления у него было 2 элемента, а сейчас он пытается добавить, а у него это 3 элемента. у него типа не сходится, и он сам себя крэшит. Потому что что за фигня происходит? У вас происходит крэш-прана. Метод типа стандартной ситуации для таких случаев. Поэтому опять же вот эти вот массивы всякие делают летами. Что в принципе логично. Чтобы они были только для чтения. В случае, если вам все-таки нужно что-то менять. То есть мы разобрались. классы. Да, сами по себе не являются потоком безопасным. Это мы разобрались. Изменяющиеся типы данных тоже являются не потоком безопасным. Потому что в любое их неизменение неизвестно какой результат будет. Соответственно, константы, какие-то типы могут там это все гарантировать. Соответственно, может быть изменяющие. Если у вас какая-то структура, да, и она изменяющаяся, то есть шанс, что с ней будет все хорошо, если вы там с таким грустным кинтом работаете. И да, вам ее будет сложно закрэшить. В случае с массивом будет намного легче закрэшить. Потому что у массива там под капотом очень много всего написано. А в случае с нтом у вас не получится закрэшить. Поэтому у вас будет, там, если это переменная интровая, если вы помните, это структура или тип, да, и она будет варм. То можете считать, что она под капотом безопасна. Но если это массив, дикшн, ресет или какая-либо коллекция, которая у вас там есть, то это хаблок. Это сразу вы будете ловить кучу крышей в ваших предложениях. Соответственно, как делают? Есть такое понятие, когда у вас есть изменяющийся array, в классе, в классе А, или в чем-нибудь, ну, давайте в классе. В классе А какой-то array. Что делают? У него есть в пропорте актеров, которые вы знаете, да? Вылсы, вылсы, гидсы. И есть такая штука, называющаяся Mutex. Я ее не затрагивал, потому что она относится уже к более предминутому знанию работы с потоками и так далее. типа level 2, можно так это назвать. А она необходима для того, это штука Mutex. Для того, чтобы, когда вы его активируете, например, там Mutex, Mutex on. Ну, понятно, не совпадает то, как оно в коде. Просто, в самом случае, вы включаете Mutex. Это значит, что ни один другой поток не сможет пройти по этому коду дальше. То есть, первый поток достиг этого кода, какой-то, вот если у нас случится это код, у него есть три строчки. Раз, два, три. Первый поток вызывает такой, второй этот поток вызывает. И на первой строчке включается Mutex on. Таким образом, если это первый поток, включив этот Mutex, он идет дальше. А остальные, другие потоки, которые попали, тоже выдаст этот код, они видят Mutex on и ждут всей толпой, пока этот Mutex не станет off. Тупо ждут на нем. Именно на этой строчке, на конкретном, где его включают. Соответственно, когда это все успешно установилось, на Mutex и делают Mutex. Mutex on. Таким образом, вы гарантируете, что в Array было установлено значение правильно, и при этом все остальные потоки, если они изменяли это значение, заметьте, не блокируется чтение. Чтение могут читать все, в любое время, как угодно. Это безопасная операция. Не безопасная, это изменение. Поэтому на Mutex, на Mutex, которые блокируют и заставляют все потоки останавливаются. Дополнительные функциональности по потокам можете себе записать где-то, что, возможно, вы захотите почитать. Это Mutex, симафоры, и диспатч, и диспатч групп. Довольно три простых механизма, которые позволяют вам контролировать выполнение программ. на Mutex. к сожалению, не помню. Наверное, хотел бы найти один мейн, классники на тему синхронизации. на Mutex. Слава, может, так, что, что, что? Не потерь. Я сижу. Да, это же не потерь. Да, просто не так обычно потерь вот это скидка. Соответственно, стандартная проблема при работе с потоками это вот изменение данных, которые небезопасно изменяют. Еще одна проблема с потоками это райские решения называется. когда вы какой-то код опережает другой код. Этих проблем, ну, их, по-моему, четыре основных, или пять основных проблем, связанные с многопоточностью. Достаточно просто загуглить проблемы с многопоточностью, видеть, там, раз-condition, и всякие вот это доступ с RedSafe. доступ Shared memory называется. То есть, что такое Shared memory? Это, в данном случае, этот массив, это момент, которая расшарена между несколькими потоками. Понятно? Она расшарена между одним фондом, это, значит, общая память. шареная находится, это шареная поэтому для нее нужно иметь отдельный механизм, который будет ее устанавливать, контролировать, чтобы потоки одновременно не меняли эту память. Иначе будет сравненно. Вот. Там есть списочек, они довольно простенькие. Ну, возможно, вас на собеседливость просят об этом, но, опять же, все будет зависеть от того, какого они себе специалиста ищут. То есть, если они ищут петла, скорее всего, сто процентов не спросят об этом. Но с джуниором я это сейчас сказал только потому, что это довольно быстро и просто объясняется. Обычно у джуниора такое не спрашивают, но, знаете как, лучше перестраховаться. Поэтому запишите себе почитать за проблему многопоточности именно с Shared memory, реральские нишины. И еще одна без всяких проблем. Небольшой. Они довольно просто решаются. И почитайте также за диспатч группы и бьютер всех симморфоров, как они используются. На Рейн Интернет есть отличная статья, связанная с многопоточностью. Она разбита на три части. Первый вариант это просто знакомство с Dispatch Q. Мы с вами знакомы с ним. Поэтому не знаю, что для вообще это первая часть читать. А вторая часть как раз работа с симмофорами и бьютексами для ограничения памяти. Довольно простенько, классно, с примерами, но на английском языке. В любом случае советую заглянуть на аргументатив цены. Так. Что у нас по времени? О! У нас все хорошо по времени. Что, готовы зажигать? Интересные вопросы. Это? Это что? Мы вроде назвали пять… Мы ее назвали, и мы это хранение не купили, потому что у меня, например, есть вопрос. Давай, давай, давай. Я только рад. Давай. Вот якобы с инкапсуляцией это как бы термин, сокрытие данных. Да. Как-то так. Ну вот, самое интересное, что я прочитал в интернете инкапсуляции и сокрытие данных это совершенно разные вещи. Ну, это подмена терминов, как бы, потому что изначально сокрытие данных это больше относится к вопросам защиты информации, а именно там стенографии, криптографии, и всякой этой штуке. Просто каким еще термином это можно было выразить, кроме как не сокрытие сокрытие не данных, наверное, больше, а сокрытие функциональности класса. Ух ты, ну, мол, мне такая. Оно, само слово-то себе говорит, да, капсуляция, то есть куда-то закапсулировать какой-то... Да. Но проблема в том, что вот при основной капсуляция, ну, опять же, я сейчас буду чуть-чуть на статью ссылаться, вот то, что я прочитал. Да, давай. И, как бы, она предполагает передачу данных изначально к инициализации. То есть вот эти вот пробуры, там, дип-сет, точнее, гетер-сетер это, как бы, больше кастыли, и он больше, как бы, уменьшает капсуляции, потому что в этих методах можно, ну, натворить чего-нибудь. И это, получается, как бы, не то, что доступ дает, а дает доступ еще и как-то неправильно изменить, модернизировать это. То есть это не совсем, совсем, прям, ам, итак, мы с вами использовали гетер и сеттеры на storage property? Конечно. Да, где? Хорошо. То есть возможности, кроме will-set и get-set, если помните, есть еще get и set просто, да? И если вы указываете просто только get, то у вас property становится только реодонлив. Как с помощью инкапсуляции, можно еще один вопрос, который я только что вспомнил, как с помощью инкапсуляции сделать так, чтобы property можно было изменять внутри класса, но снаружи его можно было только считывать? Private set. Private set. Да, есть, что-то, напомню, private, скобочка, set. И здесь у вас объявляет переменную, а Merlin. Эта запись в классе позволит вам сделать так, чтобы внутри класса она работала и как getter и как setter, а снаружи класса работала только как getter, больше никогда. Ну, инкапсуляция, ну, нельзя так сказать, что инкапсуляция подразумевает, что только все параметры будут установлены в инициализателе. Ну, хорошо. Ты помнишь lazy property? Они могут быть private? Они могут быть private? мы не вам проверяли. Ну, вообще могут быть. Ну, да, скорее всего, логически, логически могут, да, быть private. Соответственно, они установлены в инициализаторе? Lazy property? Ну, если property, это property, которое инициализируется тогда, когда к нему первый раз обратимся. Теоретически передавать его как параметры, что ли, или установить его в инициализаторе? Установить в инициализаторе можно, точно. А вот передавать? Изначально lazy property, для чего они, какая их идея? Это чтобы они инициализировались только по надобности. Соответственно, если они инициализируются в инициализаторе, это не по надобности, это каждый раз. Так не работает у них. Да. Поэтому lazy property в инициализаторе уже ну, не инициализируется. Соответственно, ну, в этой статье вот так сказано, интересно, но мы учитываем lazy property и уже понимаем, что есть часть функционала, которая в инициализаторе не находится, но инкапсулирована, как и lazy property, lazy private property. Оно уже инкапсулировано, но к инициализатору не имеет никакого отношения. Разобрались, да, с этим? Дальше. Сокрытие данных, согласен, термин, неподходящий термин для для этого описания. Абсолютно неподходящий. Поэтому я даже не знаю, что можно лучше использовать. Лучше использовать одноязычные термины. Просто использовать encapsulation. to encapsulate information in class. Все. To encapsulate. Все, что нужно сделать с этим классом, это encapsulирование. Соответственно... еще, как бы, эта статья описывалась, то, что при капсуляции это сокрытие интерфейсом, путем интерфейса реализации как бы, чего-то от того же программиста. Да. То есть, если вот мы работаем, например, с той же моделью, да, инкапсуляция вот именно здесь описывается то, что функции поинициализации вести такие укороны нужно передавать жевательный объект какой-то. То есть, мы скрываем какие-то данные, потому что уже эта функция сама распределяет какие пропорти этого объекта, куда вставить в классе проинициализировать какой-то коллег. И это ориентировано тем, что объектно-ориентированный язык все объектно. И все между собой связано, поэтому лучше как бы передавать объекту. животные. Тоже это, конечно, проинкапсуляция в силе. Хорошо. 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 И у тебя в что это превратится? Вот у тебя нужно давай, у тебя есть три поля всего в классе. Title, Description и и Body какой-нибудь. Title, Body и Description. Хорошо. Ты берешь на это, создаешь объект. Да? И чтоб передать, и просто поля переприсваиваешь. Окей. Теперь, как тебе создать вот этот объект? Ты его создаешь на основе двух других объектов. Объект, в котором только Body и объект, в котором есть, например, Body и Title, и третий, в котором есть Description. Ты потом два объекта передаешь в инициализатор, и там собираешь этот объект. Ну, то есть тут имеется в виду максимально где возможно использовать объекты все. А не как бы если это опыт, то конечно, зачем? Больше передать там стремлунтайп и все. Нет, самая главная суть этого всего счастья инкапсуляции это чтобы ты не нарушил работу класса. Ни в коем случае. Чтобы не было возможности нарушить работу класса. То есть, например, если есть порядок в классе, например, который класс, который пополняет тебе счет, например, банковские приложения, класс, пополняющий тебе счет. У него есть процедура определенного вызова методов. Он сначала там считывает номер твоей карты, затем, что он там делает, одной твоей карты считывает номер, там отправляет запрос в другой банк, чтобы снять туда деньги, проверяет, что у него есть такая возможность снять, и там перечисляет на свой банк, ждет ответа, какой-то порядок есть определенный. Нарушив этот порядок, ты ничего не сможешь сделать. Поэтому задача программиста весь этот функционал инкапсулировать, чтобы снаружи другой программист не мог сначала, например, вызвать запрос в другой банк, а потом запрос только где-то сначала попросить перевести деньги, а потом сделать запрос в другой банк, а есть ли вообще эти деньги на той карте или нет. Чтобы уже не парились по этому поводу другие программисты, чтобы логика работы была инкапсулирована в власти, и ты никак не мог с этим взаимодействовать. Не нарушать порядок вызовов, это самое примитивное. Поэтому, скажем так, если ты, если ты, предположим, возьмешь контроллер, заурадишь его, и во вьюдин лоди напишешь супервьювилапир, во вьювилапире напишешь супервьюдидапир, и начнешь менять порядок, ты можешь открыть очень много интересного поведения у себя в приложении, особенно на презенте, или на пуше, на navigation контроллер, как это все классно и обратно переходит, или не переходит, как оно вылазит до середины, и так далее. То есть, ты можешь очень много интересного поведения найти. Просто потому, что эта функциональность, порядок вызовов должен быть инкапсулирован. То есть, инкапсуляция нужна для того, чтобы другие программисты, которые используют твой класс, не могли его использовать неправильно. как-то так это можно сформулировать. Или не так, как ты его создал. То есть, чтобы люди не пытались молотком варить суп, помешивать. Ну, примерно так вот. Ты ограничиваешь функционал, там, горячая вода нельзя, все, молоток плавится при горячем, или еще что-то. Ну, то есть, стараешься это ограничить по максимуму, чтобы это не происходило. Я это понимаю. Мне просто было интересно, ну, поскольку комментируешь вот эти вот советы, которые давали... Там еще есть какие-то советы? Да нет. Ну, смотри, с объектом единственный нюанс, есть, да, есть некоторые особенности передачи объекта, да, но опять же, как ты заметил, мы все чаще и чаще переходим не на объекты, а на интерфейсы, то есть, на протоколы. И было бы логично передавать протокол и класс, который этому протоколу соответственно... И в протоколе у тебя будет просто описан список property, которые могут быть реализованы. То есть, даже здесь я бы сказал бы, что, возможно, если бы так делать, то, наверное, лучше делать через инициализатор, через протокол, а не через объект. Ну, сокрытие данных, это больше относится, я говорю, к защите информации, как к стенографии. То есть, ты в картинку вшиваешь поэму там какую-нибудь Руслана Людмила, и все видят картинку, но не знают, что есть там зашифрованная Руслана Людмила. Это сокрытие информации. Ты сокрыл информацию от всех. Как вшивание информации в аудио, когда ты в аудио можешь тоже кучу информации записать, и люди слушают мелодию, а на самом деле этот файл еще содержит какие-то секретные ключи от базы Пентагона. Ну, на примере программы, допустим, у нас же есть там, например, вот просто поставить по какому-то полю, ну, или какой-то там, попробуйте правильный, это же мы не инкармсулировали его по факту, а сокрыли его просто? Или как? Или это все-таки является уже инкармсуляцией? Ну, короче, не нужно придираться к терминологии. Есть некоторые проблемы с терминологией. Ну, наверное, существуют. Не стоит просто так говорить. Это терминология из разных областей. Одна из защиты информации, из information security, а вторая из программирования. Вот здесь есть сокрытие данных в программировании, а не здесь есть сокрытие данных в программировании. И, ну, можно ими манипулировать как угодно. Поэтому это все... Вы мне лучше ответите, что произойдет с этим кодом. FUNC1 FUNC2. Private extension FUNC1 FUNC2. VIEW CONTROLLER. Итак, Кристина, нам нужна твоя помощь. Ты у нас просто справляешься с этим? Private, extension, VIEW CONTROLLER и внутри VIEW FUNC2. Как работает этот код? Ну, VIEW CONTROLLER, VIEW CONTROLLER, VIEW CONTROLLER, VIEW CONTROLLER, ВIEW CONTROLLER, VIEW 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 CONTROLLER. Вот эти функции, FUNC1 FUNC2, они в каком модификатор доступа имеют? Правило. Ну, правило. Они имеют правило, потому что здесь все в extension стоит правило. Все, что находится в этом extension, имеет модификатор доступа на код. Просто же вы не пугались, когда видите такую запись. Это возможно. Единственное, что я... пусть и вам рассказать. У меня даже на сайтах нету. Так. Ладно, про RC поговорили, капсуляции поговорили. Перейдем к нетворкину. Итак. Итак, нетворкинг. Какой есть класс для работы с нетворкингом у свиста? Как раз что дальше? URL session. Отлично. Чтобы инициализировать URL session. Что мы должны сделать? Обратиться к его единственному. Чтобы инициализировать. Да. Когда ты хочешь обратиться к его единственному вектору, ты берешь и обращаешься, потому что это символ. А если ты хочешь сам создать свой URL session? URL session и URL session шанс. Нет. Это не создание. Это переиспользование URL session. И одного единственного. Ну, наверное, если мы хотим создать свой URL session, мы должны создать способ, чтобы создать URL session. Это просто инициализация. Нет. Ну, короче. Есть другой способ. Давайте еще. Давайте. О. А ну. Configuration. Конфигuration. Вот. Перед тем, у URL session есть инициализатор, который принимает другой объект или капсуляции строительства, который называется URL session configuration. URL session configuration – это отдельный объект, который мы конфигурируем для того, чтобы создать URL session с определенными параметрами. Какие интересные параметры я вам показываю. Ваши запросы будут работать только на Wi-Fi. Вспомнили? Или только, например, на LTE будут работать ваши запросы. То есть конфигурацию можете такое задавать. Только на Wi-Fi и все. Это было бы отлично для, например, приложений, которые работают с аудио и видео. Ну, чтобы экономить трафик, да. Особенно вы можете собирать аналитику у себя в приложении у пользователя. Если у него медленный интернет, то вы можете ему ограничить просто этот доступ, чтобы он не… как это сказать… Короче, есть такой подход интересный – это лучше пользователю не давать пользоваться приложением в плохих условиях, чем париться и поддерживать это приложение в плохих условиях. Лучше ему показать, что, извини, не получилось загрузить данные, чем начинать их грузить, что-то там оптимизировать. Короче, это… обычно это проблемы пользователей. И пользователи сами понимают, что у них интернет плохого провайдера, скажем так. Обычно пользователи это сами прекрасно понимают. Так, а… На лекции по нетворкингу мы рассматривали такое понятие, как REST. Что такое REST? Давайте на Википедию. Ну, не способ… Ну, способ передачи данных. Ну, не способ… Ну, не способ, опять. Ну, не способ, опять. Я не могу говорить слово. Ладно, я подскажу тебе протокол. Протокол передачи данных. Протокол передачи данных. Для… Обмена. Для передач… Для обмена данных. Обмена данных. Для передачи. Потому что для передачи данных есть у нас другой, как он называется? Да, 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 давай смелей. Или HTTP. То есть для данных у нас существует протокол HTTP и HTTPS. Чем он отличается, HTTPS? Чем он защищен? Каким способом? Бугавка S. Бугавка S. Ответ засчитан. Собственно, S… С… 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 Эй… С… С… Сертификацией. Можете себе записать, почитать за нее, как она работает. Ну, я вам не рекомендую тратить на это время. Нужно запомнить про S… Что защищен SSL. И… Ну, возможно, когда-нибудь в дальнейшем, когда захотите перейти на уровень повыше, нужно, конечно, будет это освоить. Как эта штука работает. Так… SSL. Так, а что у нас там с HTTP? У этого нашего протокола передачи данных, который… Каким образом может обменивать данные между клиентом и сервером? С помощью запросов каких-то… А как это называются, эти запросы правильно? Методы. HTTP методы. HTTP методы. Какие у нас есть варианты HTTP методы? Популярные называйте. GET, POST, PUT. GET, POST, PUT. DELETE. Ну, окей, хватит. Чем отличается POST от PUT? Ну, то, чтобы населивать, что… POST – это… изменяет данные, по-моему, PUT… Нет, наоборот, наверное, PUT – это изменяет данные, по POST… Ну, близко, это тепло, тепло, тепло… Ну, ты правильно сказала, последний вариант… PUT – это изменение данных на сервере. Все верно. POST – это создание нового объекта. POST – это… POST – считывание, ну, тоже понятно. POST – это делит и удаление, понятно. Так, соответственно… POST – это запрос, который мы отцелен на север, у него есть две основные составляющих. каких тела body нет это не так называться но хедерс и баня отлично у get запросы есть пробовали хоть раз так задача надо зацепить url request ну как вы делали для пост запросов и так далее зацепить url request и этот url request сделать его метод get и зацепить это body ну и посмотреть просто как это будет работать так соответственно мы выяснили что пост для создания объекта на сервере то есть мы будем использовать для заливки какие-то объекта на сервер и так далее можем ли мы залить файл на сервер с помощью get запроса маленький текстовый мой файлик с вопросами к собеседованию а как она записывается помнишь какие-то свойства как они записываются как они называются со знаком вопроса во что-то ближе то есть у нас здесь не какая-то там какой-нибудь и возможно возможно как эта штука все называется куэри параметры куэри параметры куэри параметры запомнили хотя бы название запомнили Куэри это за куэри, правильно? Куэри, да. Да, да, да. Что он сказал? Куэри? Нет, я сказал по-русски просто. Парамзет. Уникальный по-русски. По-русски. Никто не знает по-русски. Сорян. Сорян, никто не знает, это именология по-русски. Да, это правильный вопрос, это куэри параметры. Куэри параметры, категорируемые тоже как куэри параметры. URL? Нет, как? Не URL или URL, или URL. Если мы хотим еще один параметр установить, что нам нужно сделать? Что? Через абитую, да. Через абитую или еще один параметр. Какое есть условие для этой всей конструкции? Ну, в случае отправления файла, как бы, есть условие файл, делаем файл, ну, так не перевернуть, это теоретически чисто, как оно сделано. Файлы идут у вас какие-то байки типа шли. Е, С, В, А, 0, 16, короче, весь этот файл. Какое условие должно быть соблюдено? Размеры. 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 Вообще, у всей строки, всего URL, есть размер. Поэтому в пэри параметрах первое ограничение это размер. Размер там уже называл, один человек у нас на лекции, я сам цифру не запомнил. ну, поэтому перед собеседованием самолете, по всякий случай, будет полезно. Второе, что у нас есть? Оно должно быть, на тебя, зашивно. Я подскажу, закодировано. Это вот как раз терминовое другое. Закодировано, с помощью чего или какой-нибудь, или как. , нет,絢 ao ch middle, jcias кали. Кодировка, да-да-да, у-у-у, F5 нужно. Т.е. когда формируете такую строку или парахорт для них, то передние, когда у вас есть стрим какой там, например, слава непробел, я тут пробел у проекта, да. пробел 앞сμέ coast, пробел его не существует такого не существует поэтому вам нужно вот эту всю строку переконвертировать 8 формат чтобы получить слава процент 20 поэтому всегда запомнить одна из главных причин почему начинающие разработчики дали много времени при работе с сервером особенно с незнакомым сервером потому что они не конвертируют параметры в тф-8 вот это вот запомните это обязательно это первая причина почему они так не делают и еще какая причина есть связанная с хедерами там есть какой-то один хедер на котором я внимания который говорит о том в каком формате будут обмениваться данные между клиентом и сервером называется контент и обычно имеем значение в нашем случае аппликейшен наверное вот так вот в джейсоне нет так уж так, да окей, ладно тут я тебе поверю на строку так, соответственно мы не забываем конвертировать квери параметр в тф-8 не забываем устанавливать хедер контент-тайп аппликейшен в джейсон или аппликейшен в джейсоне или аппликейшен в джейсоне или еще какой-то фигнил в зависимости от того как мы общаемся с сервером итак, тут мы затронули тему джейсона что такое джейсон? джейсон а какие у него есть особенности? Вау, прям так. Особенности. Да. Все скобочки. Из чего? Все скобочка? Ну, типа объекта, типа слобочка. Типа словарь, да? Окей. Какие он может данные передавать? Давайте с простого начнем. Что он мне может передавать? Целочисленные, типа данных, и не только массивы. Массивы. Дикшенари. Строки. Или вообще? Не все, нет. Ты получил. Ну, гейнты. Бул. Бул. У меня еще есть такой интересный прикол с... С неизвестным объектом. Да, да, с nil. Или с nil. Как nil или nil? А ну-ка. А, nil или nil. А я не знаю. NIL это что у нас только в квесте? Может быть у них? Может быть и там? Я не уверен. Можно поискать. Так, ладно. Кстати, мы проехали. Когда мы составляем JSON? Какие у нас здесь критерии? Вот когда мы начинаем только создавать? Ладно так. Верхнеуровневым вот этой всей штукой для этого JSON из всего перечислено. Какой тип данных может доступать? То есть с чего может начинаться JSON? С intas? Дабла? Со стринга? Со стринга? Со стринга? Еще какие есть варианты? В смысле с чего еще? Ну, ты заходишь в файл и начинаешь писать JSON. Со скобочкой. Отлично. С какой? С фигурной скобочкой. С фигурной скобочкой. Если это фигурная скобочка, а какой это объект, значит, что у него есть, типа клевучина, обязательно стринговля, и какое-то значение есть. Значение мы уже обладали все эти типы. Это единственный вариант, как может быть записываться JSON. Как еще? Мы можем зайти в файл и начать его с массива. То есть верхнеуровневым объектом у JSON может выступать Dictionary, грубо говоря, и может выступать массив с данными. И так и так работает. Так. Тут, конечно, нужно очень много спрашивать по Networking. Так. Как направлять запросы на сервис с помощью такого класса? Да. Это мы формировали с помощью этого класса. Да. 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 Этоfrom. Доунллот. Эплоттасс. Доунлот для загрузки данных каких-то сервера регулярных. Эплот для... опять же, загрузки вы... в русском что то что то загрузка только то загрузка с сервера это загрузка на сервер что мы используем для того чтобы конвертировать джейсон в модели соответственно есть у нас два класса как они называются для того чтобы гонять так нам могут приходить довольно разные респонсы сервера они могут отличаться по каким-то важным очень критериям один из них это статус-код что мы знаем о статус-кодах давайте как-то типизируем хорошее это двухсотые какие вы уже знаете двухсотые варианты 200 300 200 это просто о да 200 это что это ну типа сексес все двухсотые это сексес мы уже с этим разобрались нужно понять чтобы 201 вспомни . непонятен вспомни и мы же когда создавали а вот сервера возвращались отлично что еще у вас есть четырехсотые окей что у нас четырехсотые означают ошибки сервера точно что неправильно там ну типа бронх деквельт что-то такое то есть неправильный запрос к серверам тут может быть разное количество 404 например этих данных на сервер не существует вы запрашиваете какую-то дичь есть еще там 401 что значит не авторизировано 401 не авторизирован not autorize это значит что вы запрашиваете но извините вы не авторизированы чтобы авторизироваться вам скорее всего какая-то нужно добавить ключ например какой-то там токер или еще что-то и его значение валидного токена который вы позволили вам авторизировано ходить по этому API возвращалась уже не 401 а это 500 или 200 итак 500 это что такое? это сервер 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 упал крешнулся упал по вашему запросу то есть уже какая-то фигня произошла вы его крешнули это не доработка в самой сервере эти ошибки 500 и должны тикситься на сервере понятно 400 и должны тиксить вы а мы пропустили 200 что вы так не любите? red и red red и red red и red а они на них различаются ну бывает мы на них внимания особо не обращаем поэтому то что вы их забыли меня особо не смутило но у нас еще есть типа шина соты а они что означают? информационные пример какой-нибудь можно это наверное кто-то что-то запрашивает какая-то информация просто приходит в сервер не в качестве это был уже ответ на вопрос на информацию ну есть у вас пример какой-нибудь там ошибочки ой не ошибочки а респонсы 101 просто 2, 3, 105 но он пройдет по 2 процессе он теперь обработка должен где-то стал 102 процессе 102 процессе как ты думаешь какие порядки хотя может возвращаться этот ответ если очень долго да ты его продолжаешь опрашивать 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 он тебе возвращает извини я еще занимаюсь этим вопросом да я еще что-то делаю крутое еще рендерю например какой-то там крутой им крутое видео или как так на какой очереди нам возвращаются ответы создата тасков обычно давайте там тип очереди какой параллельный ну все правильно да тип очереди параллельный кон конка правильнее я могу спросить как называются вот эти приоритеты очередей юзер интернете юзер нишей что это все такое как это называется ну это не одни это привет есть юзер просто и как она шифроваться уволить все то есть качество типа сервиса качество на моей очереди выше на бэграунд очереди поэтому с этим разобрались вам еще да кстати нужно будет повторить для каких целей какая за очереди используется по названию конечно понятно но например в каких случаях юзер интерактив в очереди используются в каких случаях бэграунд и так далее то есть желательно это понимать что для каких целей вы используете скорее всего это способ так что у нас там еще с сетью есть интересного довольно много конечно ну или по марке заправлен баги вопрос росты росты можно будет сформулировать нормально что значит рез что такое рез вообще да еще один интересный вопрос ну это наверное не вопрос потому что я вам не рассказывал вы наверное заметили что мы работали сервис и работали с запросами на сервер и у нас все приложения которые мы делаем они приложения типа buy request приложение типа buy request это когда приложение не получает никаких обновлений от сервера пока само не отправят запрос на сервер соответственно как вы думаете в таком случае реализованы чаты ну вот ты чувствуешь что что то не так да в этом в этом ответе соответственно есть еще один механизм общения а он был упомянут лишь на первой лекции когда мы знакомились с уровнями айоса там помните есть разные там уровни и на одном из уровней core мы встречали такое слово как сокеты так вот есть еще одна способ обмена информацией клиента и сервера не через реквесты а через сокеты сокеты это прямая связь между клиентом и сервером то есть у вас на клиенте открыт порт к которому присоединен собственно сокет и вы всегда в этом слушаете этот порт и сервер когда ему нужно будет он отсылает на ваше устройство на конкретный порт отсылает информацию ваш сокет слушает этого порта информацию всегда то есть сервер может отправлять данные просто вот потоком в этот сокет а вы можете их считывать потоком таким образом у вас идет двусторонняя связь между сервером и между клиентом то есть отличие url session и всяких вот этих байреквестов от сокетов это в двухсторонней связи как бы у у классического варианта то что мы делали байреквесты как бы тоже есть двусторонняя связь вы типа запросили вам ответили но здесь инициировать запросы можете только вы сервер ничего не может если на сервере что-то обновилось он не может вам сказать у меня обновились данные в случае с сокетами он может вам об этом сообщить это вся разница с сокетами довольно ну не сложно с ними работать есть популярные библиотеки типа socket.io например i.o. означает input output то есть socket.io например популярная библиотечка они легко настраиваются и вы должны всегда понимать что у вас есть слушатель на сокете и вы всегда можете в этот сокет писать все что угодно соответственно на сервере такая же ситуация есть слушатель и есть функционал который пишет этот сокет и соответственно если он если сервер пишет у вас отрабатывает слушатель если вы пишете то слушатель отрабатывает на сервере вот как то так это работает Я вам советую тоже ознакомиться с сокетами, хотя бы в режиме быстром, в овервью, просто попробовать один раз запустить у себя, найти какой-нибудь туториал простенький, потратить на это не больше часа, это я вам гарантирую. Соответственно, о сокетах вы должны знать. И есть еще одна интересная методика, которая немного как бы что-то среднее между сокетом и вот этим байреквестом. Это лонг пол запроса, по-моему так они называются. Это когда вы посылаете запрос на сервер, но он его удерживает и не отвечает вам долгое время, пока ему что-то не прилетит, какая-то информация. То есть, например, если делать чаты на этой методике, то у вас получится, вы отправляете запрос на сервер, сервер его держит и не отвечает вам. Причем у вас таймаут должен быть выставлен просто огромный, потому что лонг терм подразумевает, что сервер может удерживать это довольно долго. Соответственно, как только вам написали сообщение, сервер такой, ага, все, взял сообщение и сразу отвечает вам обратно. Вы понимаете, что вам ответили и обратно посылаете запрос. То есть, у вас идет запрос не по таймерам, не по каким-то, а по ответам от сервера. И сервер удерживает ответ на протяжении какого-то времени. Это третий вариант, как это может быть реализовано. Это не популярный вариант, очень не популярный. Эту методологию рекламировал в свое время ВКонтакт, когда он еще не был запрещен, даже проводил крутые ивенты по этому поводу. Типа написать самое крутое приложение, используя вот эту методологию в интерн-сервисах и так далее. Они предоставляли серверах и куча людей со всего мира писали приложение для этого сервера. Выигрывали миллионы рублей, можно так сказать, даже из Харькова несколько призеров. Так что есть еще такой третий подход. Самый первый, тот, который мы проходили. Второй это сокеты. Рекомендую вам ознакомиться с ним, почитать, посмотреть, пройти какой-нибудь туториал. Реально вам это долго-временизм. То есть, эти все темы, которые я вам сказал, посмотрите, повторите. Вы их за пару дней спокойно, даже если будете сидеть чуть дольше, то даже не за пару дней, можете даже за один день все проштудировать, посмотреть. Главное, чтобы вы не забыли это, чтобы башки не мешались. Так что за сокеты обязательно почитайте, посмотрите. Если нам нужно сделать UI для разного размера экранов, что мы используем для этого? Мы используем сайс-класс. Все. В этом вопросе требовалось только знание сайс-класса. Это стандартный вопрос на проверку того, как вы знаете верстку типа в iOS. Соответственно, за отображение элементов на экране, за их положение отвечает что? Констраинты. Констраинты. А как сама называется эта вся конструкция, которая связана с констраинтами? Сайс-класса. Не, называется это ауто-лайаут просто. Да, и называется эта штука ауто-лайаут. Когда тебе нужно, чтобы в вертикальном положении у тебя... Вот так были, но почему, а для результатов у тебя было вот так? У тебя были вопросы как-то? А вот так? Вот так такое сделать? С помощью... С какого инструмента в iOS ты сделаешь вот такое в UI? Вот такое, чтобы ты переворачивал девайс, у тебя элементы меняли положение на экране. Ну, это там кнопка verify xx, который... И мы отправим на пол-тур... Вот, verify xx. Это тоже имеет в виду... Там где плюсик ты имеешь в виду? Да, это оно. Но это не настраиваешь конкретно для... Но мы когда разрабатывали UI для сайс-класса, мы этими плюсиками особо не пользовались. И те плюсики в основном нужны, например, они на лейблочной шрифте, например. Если ты понимаешь, что у тебя по ширине сайс-класс, например, стал regular, а не comp, тогда ты, например, шрифт увеличиваешь с 18-го до 24-го. Или наоборот, когда у тебя становится опять сайс-класс ширины и компакт, тогда ты размер лейблочки в тексте уменьшаешь с 24-го до 18-го. То есть эти плюсики, они конкретные параметры конфигурируют. А положение элементов на экране именно отвечает констрейнтой, а именно конкретные констрейнты активируются или деактивируются на конкретный сайс-класс. Соответственно, по сайс-классам есть два варианта, как вы помните, regular и компакт. Ширина может быть regular и компакт, и высота может быть regular и компакт. И, соответственно, здесь ширина у нас regular, а высота компакт. А здесь у нас наоборот, высота regular и ширина компакт. Вот так случилось. Ну, опять же, нужно смотреть от девайса, потому что на плюсе, по-моему, там и ширина regular, возможно, если я не ошибаюсь. Ну, там есть какой-то девайс такой странный, на котором оно, типа, чуть ломается. Ну, не ломается, а как на iPad работает. Что-то iPad не крути, у тебя везде regular. Ну, если у тебя только приложение не открыто на одну третью экрана, например. Помните, там есть функция iPad, открыть приложение на одну третью, на две третьи экрана. Соответственно, там уже по-другому на iPad нельзя получить compact ширину или compact высоту. Compact высоту вообще нельзя получить, а compact ширину можно. Так, сейчас я это отмечу, что мы это повторили. Какие у нас есть менеджеры зависимостей в приложении, в разработке, которую мы использовали? А еще какие? Cartage, да, есть. Еще есть Swift Package Manager, который стандартный, типа, идет со свифтовым местом. Так, и какие уже вы использовали отцы? Нет, ну, отцы это, типа, какие фреймворки вы уже использовали, уже подключались. Firebase, отлично. Facebook, что еще? Что-что? Окей, да, ее еще использовали. Анимацию, да, какую-то использовали? А, я вам скажу, нет. Я же проверю на интернете. AlamoFile. Вот, смотрите. Рекомендую вам познакомиться с AlamoFile. Популярная штука. Ее много кто использует, реально много людей ее используют. Поэтому рекомендую вам ее затронуть, установить себе в проект, посмотреть, поиграться. Довольно простенькая. Вы оцените ее очень быстро, потому что у вас чуть будет меньше кода, чем вы пишете с URL Session, например. Вот, так что советую использовать, и она упрощает довольно сильно разработку и ускоряет ее, что немаловажно. Вот, так что, скорее всего, в своей практике будете очень ее использовать. Сейчас уже люди дошли до того, что делают даже надстройки на AlamoFile. То есть, если AlamoFile это удобная надстройка на URL Session, которую вы можете использовать, как хотите, то еще люди уже некоторые, скажем так, используют более продвинутые фреймворки, которые являются настройкой еще на AlamoFile. Типа Мои, например, или как она называется. Мои. Вот, тоже прикольная, ее встречал на некоторых проектах. То есть, знания фреймворка, умения их использовать, тоже полезны. Поэтому хотя бы ознакомьтесь с AlamoFile и с Kingfisher. Kingfisher это фреймворк, который отвечает за кеширование картинок у вас в приложении. То есть, когда вы по URL ее загрузили, и Kingfisher сам ее сохранит в кэш, сохранит на диск. И в следующий раз у вас уже картинка не будет подгружаться. Поэтому запишите себе, познакомиться с Kingfisher, познакомиться с AlamoFile. Будет 100% полезно, эти знания не пропадут. Ну, как-то так. Ну, соответственно, за плюсы и минусы CocoaPods и Cortesh. Единственное, что вы можете ответить, это, что CocoaPods создают Workspace, в котором вы работаете. И при сборке собираются каждый раз бинарники этого CocoaPods. Поэтому сборка при использовании CocoaPods длится дольше, в зависимости еще от количества фреймборков, которые вы добавляете. У вас увеличивается время сборки. В случае с Cortesh, если вы используете Cortesh, у вас нету Workspace, у вас всего есть проект. И время сборки намного быстрее. Но Cortesh, типа, чуть сложнее добавлять, чем CocoaPods. Типа, вот получается, что CocoaPods чуть легче добавлять, но дольше собирается проект. Cortesh чуть сложнее добавлять, но быстрее работает проект. Вот как-то так. Если я буду вас спрашивать, можете такой вариант ответить. Только за счет того, что добавляются, что фреймворки не пересобираются, когда вы собираете проект. Вот за счет чего быстрее. В CocoaPods они пересобираются, хотя там люди придумывают разные настройки, чтобы оно тоже, то есть, ну, опять же, люди настраивают это как хотят, но не все люди это делают. Вот, и вернемся к капсуляции, еще такой вопрос. Можем ли мы делать приватные инициализаторы? Отлично, можем. Хорошо. Так. И такой небольшой вопрос о базе данных. Мы ее не будем сильно затрагивать, потому что тема довольно сложная, и каждый сможет по базе данных нормально поотвечать. Поэтому такие чисто базовые вопросы. Какое семейство классов есть при работе с курдатой? Хотя бы какие-то общие названия их, или о чем они, эти классы. Да, компоненты при работе с курдатой. С какими тебе приходится объектами работать, чтобы работать с курдатой? Ну, типа это начало для затравочки, чтобы ты мог потом ответить, за что они отвечают. Поэтому я вам предложил сразу, хотя бы расскажите, за что они отвечают. Вот, контекст, первый. А что ты еще сказал? Модель, ну она подробно называется. Энтити, да, это модель, но она подробно называется, да. Ну, энтити это как бы из терминологии базы данных, но сам класс, сама сущность, она там наследуется от определенного класса. Ладно, у нас есть контейнер, контекст и NSManageObject. ManageObject он называется. Как это все сущности связано? За что отвечает контейнер? Класс отвечает за то, чтобы взять базу данных с флешки телефона, файловой системы, взять эту базу данных и работать. Ну, он и тоже за это отвечает. То есть он отвечает за то, чтобы взять эту базу и позволить тебе начинать с ней работать. Дальше. Какое у нас есть разделение после контейнера? Какой у нас есть следующий класс? Мы разобрались здесь контекст, да. NSManageObject контекст. За что он отвечает? Что такое контекст? Ну, это view, контекст, background, контекст. Выяснили, что их есть два. Еще внезапно на последнем VDC появился третий, да, третий контекст появился. За что отвечают эти контексты? Что они из себя представляют? Ну, view, контекст это основной контекст, это его работа. Да, для чего работаем? Для записи щеней. Точно? Ну, мы его использовали для записи для щеней, потому что он довольно мелкие операции. А по классической схеме, как я говорил, что нужно делать. У меня еще был отдельный слайд, типа, что для больших операций записи нужно использовать такой-то вариант записи. А проблема в том, что каждый раз, когда мы что-то записываем, оно записывается на пешку телефона, и тем самым это доверяет в любой запись? Это если ты вызываешь сейв после каждой записи. Нет, на самом деле обустроено все следующим образом. Загрение. А у вас есть открытие. Есть контекст. Это background контекст. Это view контекст. View контекст привязан к какой очереди? К main очереди, как-то удивительно, да? Отлично. Благрамм контекст нам интересный. Соответственно, все чтение, и е, идет с view контекстом. Вся запись идет в background контекст. Классический момент. Ну, если у вас маленькие операции записи, можете его view контекст. Соответственно, когда, как происходит чтение? Вы пытаетесь что-то сейчас с view контекста. Если его нет view контекст. Во-первых, view контекст это слепок. Да? Слепок базы данных в оперативной памяти. Помните, я думаю, что это было? Это слепок. Какая-то копия. Вот большая огромная база данных на жестком действии в файл-систем. Она здоровый какой-то файл, как минимум куча данных. И это какая-то часть этого файл-инга, который через контейнер вот у нас идет общение с общением. То есть, мы пытаемся считать его контекст. А контекст, у это нет view контекста, он обращается к view контексту. У это нет view контекста, он обращается к контейнеру, контейнера обращается, право в системе щитывает и возвращает. Таким образом в контексте начинают появляться эти данные. Когда вы их обновляете, записываете туда-обратно, контекст из рекомендованной памяти все обновляет. Соответственно, когда вы записываете, что-то в векранный контекст, то чтение с view контекста приводит к тому, что вы читаете из векран контекста, так как и это, и это в оперативной памяти, то все происходит довольно быстро. А есть на что оператор задания, здесь она просто довольно длительная. Поэтому, бывают такие вот, на этом разделе запись на данный момент. Но опять же, если вы записываете всего несколько моделей раз там в минуту, то можно даже не усвоенять, содержит все в писательном контексте, а поддобит находит абсолютно не буду. Так. Соответственно, ADD, которые мы используем как объекты, как модели в нашей базе данных, они наследуются все от класса NessManagedObject. Потому что мы контекст можем сохранять только NessManagedObject. Соответственно, просто повторю, если вы создаете NessManagedObject в каком-то контексте, привязываете это с каким-то контекстом, как вы понимаете, сам контекст может работать только с той общей, с которой он связан. Вы у контекста можете вызвать операцию perform. perform это такое вложун, в котором вы можете делать другие операции. Запись, чтение, все остальное с этим контекстом гарантирует вам, что вы выполните этот код на очереди, на которую доходит этот код. Поэтому, когда вы делаете какое-то чтение, запись NessManagedObject с график делали в одном контексте, в котором вы получили на той очереди, которая привязана к контексту. То есть, если вы считали NessManagedObject, то здесь одна особенность. Вы не можете после этого, если вы считали всю контекст NessManagedObject, вы не можете его, например, взять и напрямую записать в грамму контекста. Потому что это не потокобезопасно. Поэтому, что вам нужно делать в этом случае? Вы помните, что мы для того, чтобы работать базой и делать чтение для уровня UI, то есть уже юниор конверсия, контроллеров чуть выше, там, NessManaged это возможно, еще чего-то, мы все эти модели, все entity, entity конвертировали для UI в модели. В модели. Entity в модели. Соответственно, на уровне работы базовой у нас всегда используются entity, на уровне работы с UI у нас используются наши модели, которые могут быть value-tack, может быть reference-tack, понимаешь, главное, что мы копируем всю информацию, находящуюся в entity, в модели. У нас даже были отдельные инициализаторы в нашей модели, был отдельный инициализатор, который нормальный, а был, который специально с entity. entity инициализатор. Специально для того, чтобы когда какие-то данные этой модели идентифицировались в UI, база не была затронута. Потому что, если вы здесь что-то поменяете, сразу будет одно поле в этого entity поменяете, сразу изменятся данные в базе. Мы хотим это запасить, потому что пользователь может наизменять это как угодно или другой правильный вид, поэтому мы создаем эти вот и работаем с ними. когда вам это нужно сохранять, мы, получается, сохраняем не это entity, измененное, а уже через какую-то UI-другую модель. Поэтому для передачи данных, если у вас есть в первую базу данных, и вы из одной базы данных хотите перекинуть данные в другую базу данных, вам это нужно делать через промежуточные модели. Это нужно просто запомнить. Вы не можете взять entity и перекинуть его на другую очередь, потому что переуходить на другую очередь, у вас крышлится приложение, потому что вы используете entity и не на той очереди, с которой она подошла. Оно жестко связано. Поэтому вы конвертируете на передачи уже гибель. Это особенность работы с базовой данным. Там можно открываться. Это был больше не вопрос, а рассказ, потому что мы особо эту тему не затрагивали. Соответственно, для передачи объектов между потоками или передачи объектами между разными контейнерами, между разными контейнерами, я говорю специально, между разными базами данных, мы используем промежуточные модели, которые у нас выступают как копии полноценные. т.е. 32 минуты у нас сейчас, т.е. у нас еще где-то есть минуточек 10 погонять вас по паттернам. да. Итак, какой у нас классический архитектурный паттерн в IOS и MVC. Что он из себя представляет? Кто с чем может, кто с чем не может общаться? Модель с Vue не может общаться. Отлично. Какими способами контроллер общается с Vue или Vue с контроллера? Раз. Ну ладно, ну ладно, пусть будут callback, но только они называются по-другому. Как эти callback назывались? Ну там target action у нас был. Target action. Давай так, делегирование, target action. Что еще есть? Простенька, давайте попростеньку. Какие обзорверы? А что это вообще? Где-то между ячейкой и контроллером обзорвер использовал? Нет, это ты что-то прям сильно ушел глубоко. Итак, делегирование, target action. как это называется просто напрямую? Как это называется просто напрямую? Аутлет. Аутлет это называется, да? Да, было близко очень. Еще что у нас есть? Рядом с делегированием лежит, прям очень близко. особенно в таблице. Вы когда работаете в контроллере с таблицей, вы делаете делегиат и делаете еще вот это что? И делаете дата-сорс. Это еще один механизм взаимодействия. В чем отличие делегирования от дата-сорса? Ну, делегирование, когда мы получаем какие-то данные, которые произошли, точнее, результат каких-то действий, которые произошли, мы получаем. Хорошо, какого-то либо оповещения от Vue, что внешне что-то происходит. Окей. А дата-сорс? Дата-сорс? ну, ну, а как ты это можешь объяснить? Или кто-то из вас, как это нужно объяснить? Ну, мы с помощью дата-сорса конфигурируем, требуем, да? Да, мы с помощью дата-сорса конфигурируем, требуем все верно. Ну, это, наверное, назначение дата-сорса для конфигурации. Передача каких-то данных в круг. Это обратная связь, то есть, если делегирование, это связь от Vue к контроллеру, то дата-сорс, это связь обратная от контроллера к Vue, которая, каким образом она работает. Vue запрашивает какие-то данные у контроллера, например, скажи мне, сколько у нас будет ячеек для отображения. Контроллер отвечает, 6 ячеек, супер, дата-сорс отработал. Дальше Vue опять спрашивает, скажи мне, какую ячейку мне сейчас показать контроллер, на эту покажи, и она показывает эту. А делегирование наоборот, типа Vue, например, я проскроллилась, я начала скроллиться, я закончила скроллиться, и оповещает контроллером об этих изменениях. А дата-сорс спрашивает. Соответственно, когда вы проектируете свои классы, свои протоколы, вы должны отсидевать меня внимание на следующем. Ваш текущий класс, он что делает? Через делегат, он оповещает или запрашивает данные? Если он запрашивает данные через этот протокол, тогда вы его должны назвать не делегат, а дата-сорс. А как это можно отличить? Это если у вас в протоколе есть функции, которые, например, что-то возвращают. Int, или объект какой-то там, my class. То есть, если у вас в протоколе, который вы хотели изначально назвать делегатом, есть куча методов, которые что-то возвращают, это значит, что вы запрашиваете у вашего делегата, какие-то данные. И он вам их возвращает. Int возвращает в my class. И это тогда уже связь называется не делегирование, а называется дата-сорсом. И он для вас является дата-сорсом. То есть, источником данных. Вот и все. Соответственно, к делегированию давайте. Как мы его объявляем? Основные степы. Протокол. Только протокол надо пометить как класс. Протокол помечаем как класс. Дальше что? Делегат объявляем в property. Какой? Вик. Вик. Окей. То есть, соответственно, раз оно вик, значит, на optional. И подписываемся на этот делегат. Окей, извини. Супер. Почему мы должны протоколы указать обязательно класс? Чтобы не было новой сайты. Ну, это же как раз чтобы буквально написать на класс. Вот. Правильный ответ. Не то, что ты говоришь, чтобы только с классом работал. Это как бы да, но одновременно и нет. Знаешь, это как кэп здравствуйте. Вот. Это правильный ответ на этот, почему из протоколе приходится писать класс. Потому что мы используем вик. Вик у нас относится только к референс-типам. А протокол, мы знаем, у нас может быть на структурах тоже, а структура вебью-типам. Поэтому, поэтому, соответственно, мы должны указать, что эти протоколы будут на классе, потому что мы используем вик. Как-то так. То есть связь именно таками. Так. Итак, за счет чего реализуется Singleton в IOS? Ну, static.led и мы объявляем этот объект, создаем, да? Хорошо. Можем ли мы что-то вместо статика написать? Что? У нас статика это одно и то же. Да, мы можем написать класс, но еще подсказывают, что есть отдельный способ, но обеспечить единство объекта более сложно, это когда вы создаете объект где-то в одном месте и потом его везде инжектируете, то есть везде передаете его внутрь, вглубь, и так ваш объект расходится. Он единственный в системе, но он расходится вот так по всему вашему приложению, начиная с WP-делегата и так расходится. И вы уже его, вы создаете контроллеры с этим объектом, инициализируете там еще что-то, еще что-то, есть другой подход к реализации синглтона. Но в любом случае это будет являться синглтоном, что один вариант, что второй, что третий, что статик, что класс, что этот вариант, что вы создали объект, инициализируете везде, и передаете, потому что в ходе жизни вашей программы вы обеспечили так, что будет существовать всего лишь один объект данного класса. Окей. Расскажите, пожалуйста, мне за фабричный метод. Что это такое? Супер. А какие у нас еще бывают типы паттерна? И? Какие там еще? Ладно, я подскажу. Поведенческие. Поведенческие паттерны. Итак, структурные, поведенческие, фабричные. Каким относятся? К порождающим. Фабричный метод. Для чего он нужен? Рождать объекты. Супер. Пример какой-то реализации фабричного метода. Где бы ты его использовал? Пример, любой может привести. Ты поставил на основу объекта. Окей. И продолжай. Выходи. Выходи. Какой-то асконфигурированный объект. Конфигурированный объект. Получаем. Конфигурированный объект. Окей. Соответственно, в каких случаях мы это используем? Вот ты проснулся утром, понимаешь, нужно срочно использовать фабрику. Только если интернет-багазин. Какие еще есть варианты? Ну, реклама, например, тоже хорошая. Когда у нас есть какие-то четыре типа реклама, четыре контроллера, которые человек за какой-то рекламу. И мы просто какое-то рандомное значение выставляем, когда нам какой тень, например, показывает эту рекламу. Здесь уже хорошо. А если у нас четыре разных флоу в нашем приложении и мы решили создавать четыре разных конфигур навигатора, которые по-разному сконфигурированы. Можно здесь применять фабричный метод или нет? Разных навигатора, которые по-разному сконфигурированы. Мы можем использовать здесь фабричный метод? У нас же суть в том, что эти все объекты должны быть одни как они должны быть общими. Именно. То есть подвох в этом вопросе в том, что они не могут быть разными, эти навигаторы. Они должны быть общими в каких-то вещах, которые будут как раз этой фабрикой конфигурироваться. Соответственно, мы можем конфигурировать эти общие вещи, если объекты протоколом каким-то соответствуют или у них есть просто базовый класс, который объединяет в себе какой-то функционал. Соответственно, мы фабричный метод используем только в случае, когда у нас один и тот же есть интерфейс, который нужно по-разному сконфигурировать. В примере, я на машинах приводил вам, что разные машины идут с разной скоростью. У них разные пленки, разный цвет, разный, не знаю, руль с разной стороны и это все конфигурируется один и тот же объект, машинка и конфигурируется разными способами. Самый такой простой пример. Какие еще есть у нас порождающие паттерны? Ну, следующий, например, обстрактный. Ну, фабричный имеет, это обстрактная фабрика. То есть, как только ты ее назвал, у тебя сразу спросят отличие от фабричного метода. Я пока не буду спрашивать, у нас время сейчас ограничено. А еще что есть? Просто учти, что тебе еще нужно будет ответить на вопрос. Bridge? Не, 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 не bridge. Конструктор? Builder. В чем его фишка? В том, что он возвращает самого себя. Да, в том, что он возвращает самого себя. Помните, когда это работает? Ибо, mybuilder, mybuilder, я такой точка name и ему такой name сюда передал. Потом, захотел ли я, завтра ему добавить все name. Оп, такой все, name, точка. Это все не на объект. Это я просто перенес, вот и опять поставил. И он, все наедим. Дальше, точечку, не знаю, добавят ему, исполнилось ему 16 лет, получил он паспорт. Мы делаем. Дальше, да, не знаю, ребенок будем поехать с чаем, еще ребенок добавил. И он, и он, и он. И в разных частях программы у меня эти билдеры по-разному конфигурируются. Какой-то есть имя, у которого есть три, у которого есть три, у которого есть четыре, у которого два. И фишка в том, что каждую этих функцию, например, name, она берет текучий объект, self, дописывает к нему name, и возвращает из функции self. таким образом мы можем использовать инструкцию, где вы каждый раз поставите точку, 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 и в итоге получается такая красивая запись, интуитивно понятная, о том, какие у вас конфигурации. Ими, ими, короче, вы видите один и тот же объект, по-разному с фигурированным. Очень удобно где применять в нашем случае этот паттерн. С нафлокингом я вам подрежу пример. если вспомните, то есть добавили например которые можно если это еще требует authorization в этом запросе конкретном загружайте файл какие-то хедеры для файла например его контент сайз например его и тип jpeg png это будет еще два хедера если вы просто get запрос вам нужно только контент тайп это питейшин джейсон указать что это вы отправляете джейсон и в разного рода запросах у вас будет разное количество этих хедеров разных полей это будет визуально хорошо видно и классно конфигура поэтому билдер довольно интересный паттерн так что у нас еще там есть ладно ну singleton понятно к порождающим паттерном у нас относятся давайте перейдем к не к структурным а к поведенческим что вы знаете интересный исповеденческим паттерном наблюдатель observer ну ладно проехали всем я думаю кто захочет с ним быстро разберется следующий хранитель окей надеюсь помните как мы это реализовывали то есть мы делали в модели кодабл и после этого добавляли в нее функцию которая сразу же эту модель сохраняла в user default и считывалась в любой момент времени мы могли эту модельку полностью сохранить и полностью загрузить из user default таким образом у нас был реализован хранитель что у нас еще там есть цепочка ответственности и команда а делегирование к чему относится наверно больше к наблюдателю но есть разница все верно так структурным паттерам какие у нас относятся так сейчас давайте у нас поведенческий паттерн там было еще раз звучит на цепочке ответственности где в стандартной библиотеке используется паттерн цепочка ответственности фишка в том что появляется какое-то событие и у тебя есть ряд классов которые могут ее обработать и вот каждый класс такой ага взял себе это событие не я не хочу сейчас обрабатывать передал другому другой такой я тоже не хочу у тебя получилась цепочка объектов которые хотят или не хотят обрабатывать данное событие пример был про view про нажатие во view когда у вас есть иерархия view и например на трех из них выключен user interaction enabled выключен а на остальных включены получается вы как бы нажимаете нажимаете сквозь view в другие view которые находятся под ней потому что есть цепочка ответственности она проверяет наличие view данной точки экрана и у вас есть цепочка и соответственно если никто не ответил на этот запрос тогда нажатие ваше исчезло и никто его не обработал отлично так а структура у нас был фасад да зачем нам нужен фасад а ну давайте поможем вспомнить человеку фасад он объединяет функционал разный то есть если у вас есть класс в котором вы понимаете что этот класс должен сделать один функционал смотрите у вас есть например разные ответственности в вашем приложении одна ответственность вторая третья четвертая и у вас есть вы понимаете что вам теперь нужен какой-то отдельный класс который возьмет один класс возьмет второй возьмет третий и выполнит у каждого какие-то там функции и перекинет параметры из один класс во второй то есть это класс который объединяет в себе разные области ответственности в вашей программе то есть например у вас есть класс отвечающий за работу сетью отвечающий за сохранение данных в базу данных есть класс отвечающий за какие-то внутренние покупки в приложении да и вот есть фасад который класс который например ну не знаю покупка фасад например назовем его так который что делает пользователь что-то покупает у вас есть класс фасад который на функции покупка он дергает класс покупка делает эту покупку эту покупку сохраняет базу данных о том что он что-то купил какие-то там не знаю книги аудио материалы видео какие-то не знаю еще штуки то есть вы добавляете все объекты которые он купил в вашу базу данных теперь они у него есть и отправляете запрос на сервер что произошли какие-то изменения в вашем случае например вы отправляете изменения в фарбейс что вот у него теперь в фарбейсе появились такие-то такие-то например обновления или еще что-то отправлять на сервер дополнительно и это все отвечает фасад он всего лишь вызывает три функции ну в данном случае купил получил список объектов этот список объектов записал в базу записал отправил на сервер все он вызвал всего лишь три функции из трех разных классов И он получается таким объединителем для разных областей ответственности в вашем приложении. Декоратор, он дополняет поведение объекта, не изменяя его. А, это экстеншены, наследование? Экстеншены, наследование и делегирование мы сюда тоже относимы. Ну, почему? У тебя паттерн, это решение конкретно, в данном случае проблема, это расширить функционал, не изменяя его. Экстеншены, вы просто приучились изначально делать нормально, делать экстеншены к классу, вы добавляете функционал к классу, не изменяя его. То есть, вы не лезете в этот класс, не переписываете функцию, чтобы она делала больше или делала меньше, а пишите просто новую функцию в экстеншене к этому классу. И это уже является правильной практикой использования декоратора, можно так сказать. Фух, все сложно. Не, про команду не сказали, я думаю, тебе лучше просто посмотреть, повтор лекции послушать, я думаю, ты довольно много, что вспомнишь. Ну, сейчас уже просто поздно, надо уходить, у нас время заканчивается. Вот, и, соответственно, у вас будут вопросы о локализации приложения, о использовании пушей, скорее всего, будут вопросы, поэтому перед собеседованием обязательно это повторите. И запишите себе, пожалуйста, я понимаю, что вам, скорее всего, не получится это сделать, пока вы не встроитесь на работу, это посмотреть, как пушится приложение в App Store. Потому что для этого нужен аккаунт или 100 долларов, или 300 долларов, то есть, или Enterprise, или ваш личный девелопер аккаунт. Ну, если у вас есть, в общем, знакомые, которые могут дать, там, при у вас попользоваться, хотя бы, чтобы они вам показали, как это делается, или чтобы вы почитали туториал, как пушится. Или видос, да, кстати, хороший вариант, это посмотреть видос на ютубчике, как кто-то там пушит приложение в App Store, чтобы вы хотя бы примерно понимали, что происходит. Да, как-то так. Поэтому, ну, за это почитайте, посмотрите. Остальные вопросы я вам, наверное, скину и еще раз пишу тоже. Ну, это как бы не полный набор вопросов. Это не полный набор вопросов, потому что я их тоже. Тут остались вопросы общего плана. Например, рассказать пример решения сложной проблемы из своей практики. Какая-то была сложная проблема, которую вы долго решали. Расскажите пример, как вы ее решили. Ну, да, возможно. А, еще даже за системой контроля версии еще нужно было вас спросить по ГИТу. Коммиты, пуши, пулы, ниты, как работает с ОРУС-3, как работает с консолью, отличие мержа от ребейза, например, и так далее. Можете себе записать, повторить гид тоже. Ты хотел что-то спросить, кстати. По поводу решения проблемы, а что когда-то суть, какую-то серьезную проблему, или можно говорить не о том, что-то там было нет. То есть, надо говорить реально, потому что, да, насколько у них, и понимание сверху. В твоем понимании. Скажи, у меня все задачи были легкие, которые я брался. Разработчик точно улыбнется, а HR может так косо посмотреть, какой-то типа самоуверенный парень. Все, лекция окончена. Спасибо за внимание.